Скажите, пожалуйста, что для вас олицетворяет Георгиевская ленточка? Прямо, это на самом деле глубокий вопрос. То есть, в последнее время Георгиевскую ленточку ассоциируют с победой. Ну, там гораздо глубокий смысл этой Георгиевской ленты. Я просто не смогу сейчас изложить всю глубину этой идеи, которая, наверное, не то что шаблонно навязана на эту ленточку. А вы какую именно победу имеете в виду? Великую Отечественную. То есть, я про это говорю, то, что в последнее время именно вот это вот навязывает смысл. Смысл, этот смысл навязывает, так скажем, назначение Георгиевской ленты. Победу. А для вас? Ну, то же самое, победу. У меня дедушка, бабушка воевали. Конечно, это знак победы. Скажите, пожалуйста, что для вас олицетворяет Георгиевская ленточка? О, нет, я не буду. Я думала, что-то другое. Все, можно сказать. История России, начиная от ее создания до сегодняшнего дня. Кровь каждого гражданина, как Советского Союза, так и исторической России. Царская Россия, современная Россия. Все это олицетворяет именно Георгиевская лента. Слово Родина, слово честь. Все в этом слове. Скажите, что для вас олицетворяет Георгиевская ленточка? Ну что, во-первых, единение и сплоченность. Вот это у меня олицетворяет Георгиевская лента. Праздник 9 мая. Праздник победы какой-то. Все. Что для вас олицетворяет Георгиевская ленточка? 9 мая. Победу. Славу, честь, достоинство, гордость. А для вас? Победа нашей российской страны. Победа Великой Отечественной войны. А для вас? Мужество наших солдат, героев. Георгиевская ленточка. Ну это, не знаю, проявление патриотизма, наверное, в населении. Ничего плохого точно не олицетворяет. Скажите, пожалуйста, что для вас олицетворяет Георгиевская ленточка? Георгиевская ленточка. Победа. Слушай, такой вопрос вообще. Ну не знаю. Ну какие ассоциации с ней? Защита родине, отвага, любовь к родине. Ну, наверное, как-то так. Слава России, если кратко. Патриотизм. Геройство русского народа. День Победы. День Победы. День Победы, да. Скажите, кому по-вашему выгодно тройное налогообложение дальнобойщиков? Наверное, людям, которые сидят где-то в правительстве. Потому что, судя по всему, с нашей казной полная задница творится. И им дополнительные какие-то деньги нужны. И, видимо, это им нужно. Может быть, это нужно еще каким-то другим лицам с Запада или с Европы, чтобы, ну, скажем так, свои какие-то системы, скажем так, наладить здесь и поставить. Некомпетентно, к сожалению, не могу ответить на данный вопрос. Я даже никогда не задумывался об этом. А вы? Даже не задумывался. Выше властям, наверное. Это слишком периодные вопросы для девушек. Хотя мы водители. Наверное, это выгодно государству. Наверное, у нас... Ну да, выше властям. Нам не выгодно. Тройное налогообложение, как таковое... Вообще, я не могу отнести систему Платон именно к тому, что это легло как-то на плечи грузоперевозчиков. Потому что все равно это выходит, так скажем, больше на добавку к доставке груза. Все на стоимости товара сказывается, а никак не на дальнобойщиках. Единственный нюанс, конечно, это всем, я думаю, ясно уже, что сами дальнобойщики против системы Платон, потому что их обязывают отчитываться, так скажем, перед тем... Точнее, даже перед государством, куда они ездят. То есть, фактически, я думаю, взбунтовались они только потому, что, по моему мнению, им перекрывают сторонний доход. Вот. А по поводу дорожно-транспортных налогов и акцизов, ну, тут все серьезно. Я сам водитель, мне тоже как бы не особо нравится то, что повышают. Ну, на самом деле, что я могу? Если я не лезу, так скажем, сильно глубоко в экономику, почему именно и вводят, почему такие акцизы вводят. То есть, мне на самом деле это неинтересно, меня пока все устраивает, скажем так. Я считаю так, что человек заплатил лицензию, работает спокойно. Вот. И больше никаких налогов не должно существовать. Если мы сегодня, вступая в какой-то бизнес, начинаем платить один налог, завтра добавляются другие, то это не очень хорошо отражается на самом бизнесе. При сегодняшнем вот этого дополнения, я понимаю, на дороге необходимо вкладывать большие деньги, очень большие деньги. Но эти деньги не надо было вкладывать в эти дороги, в таком количестве. Не надо было заводить столько дальнобойщиков, если у нас работала хорошо и правильно железная дорога. Возьмите времена Советского Союза. Один перевоз железнодорожного состава перевозил от 50 до 80 данных контейнеров. Значит, мы сняли бы одним составом, прогоняя от Дальнего Востока до Москвы, одним составом снимали бы мы, до 70 машин могли снять дальнобойщиков. А каждая эти 50-тонная машина разбивает очень сильно дороги. Поэтому сегодня необходимо в первую очередь как можно больше снизить налоги по железной дороге, именно в том формате, чтобы выгодно было перевозить ту же рыбу, тот же товар с Дальнего Востока до Москвы по нормальным дешевым ценам. Это, я считаю, было бы основа. И не повысится налог дорожный. Не надо было бы ни дорожный. Поэтому никакие другие налоги повышать просто бы напросто было бы бессмысленно. Это наше мнение. Скажите, кому по-вашему выгодно тройное налогообложение дальнобойщиков? Государству, наверное. Или кто придумал Платон? Все, наверное. Кому еще выгодно? Дорога на того лучше не становится все равно. Ну как кому? Государству? Кому еще выгодно? Не так уж, не дальнобойщикам это точно. Страна, как говорится, кризисная ситуация. Кто отвечает? Рабочий класс. Ну, не знаю. А вы как считаете? Вы знаете, не думала над этим вопросом. Не знаю, кому выгодно. Это надо быть дальнобойщиком, чтобы отвечать на этот вопрос. Да, скорее всего. Как бы так, нет, не в курсе. Это как? Ну, им ввели три налога. Топливный, транспортный и Платон. Ну, если честно, я в этом не разбираюсь. У меня дядя дальнобойщик, я у него поинтересуюсь. Кому, по-вашему, выгодно тройное налогообложение дальнобойщиков? Ну, тому, кто собирает эти налоги, безусловно. Больше никому. Но надо подумать, на самом деле, в чем здесь тростинность налогообложения. Ну, надо разбираться. Ну, если так огульно говорить, вы говорите про тройные налогообложения, что вот тупо вот за одно и то же, условно говоря, с одного и того же оборота три раза взимают сумму, то, конечно, с этим надо разбираться. Надо посмотреть, на самом деле, более детально. Без комментариев. Мне кажется, это выгодно всем, кто хочет иметь деньги. Ну, наверное, государство в какого-то степени. Скажите, вы готовы отказаться от подъезда к заграницу? В принципе, да. Могу. А часто вы езжаете? Нет. А вы? Ни разу не был за границей. Готова. А вы? Нет. Не готова. А почему я должна отказаться? Оказываться. Хорошо. Да я на самом деле-то и не был за границей. У меня нет загранпаспорта. Да. Без разговора. Даже не задумываясь. А вы часто выезжали за границей? Нет. Нет, но я считаю, что в России достаточно места, где можно отдохнуть, куда поехать можно и с удовольствием, и прекрасно. Столько исторических мест. Я вообще не понимаю, как можно ездить куда-то за границу, если столько у нас на родине, столько мест, где можно. Именно к нам должны ездить. Вы готовы отказаться от поезда к за границу? Нет. Не готов. Часто выезжаете? Часто. Очень. И, ну, последние 4 года живу за границей. Смотря по какой причине. Если это будет связано с поддержкой нашей родины, то да. А вы часто выезжаете? Нет, не часто. Раз в год. Зачем? Почему? Надо подумать. Ну, думаю, что... Наверное, не стоит. Мы там ни разу не были. Вполне. Нам здесь нравится. А как чисто с экскурсии посмотреть мир, почему бы и нет, если была бы такая возможность. То есть, если была бы возможность, тогда бы съездили? Да, вполне с экскурсией. Нет, не готова. Я очень люблю это. А я там и не был никогда. А вы как считаете? Ну, да, наверное, готова. А если была бы возможность съездить за границу, хотели бы? Несмотря куда. Так, если на исторические какие-то места посмотреть. А природы у нас в России своей хватает. А зачем? Нет. Нет. Ну, не хотелось бы. А вы? То же самое, потому что это связано с работой. Скажите, вы готовы отказаться от поезда к за границу? Я туда не езжу. Мне за границу, извините, даром не нужно. И мне прекрасно на моей родине, на моей земле. За 60 лет я объездил, как говорится, родился в Средней Азии, на Кавказе, мои предки с Кавказа, в России мои предки, с Урала, с Карели, вот наши родители. Везде мы жили, везде мы были, служил на Дальнем Востоке, в Улан-Удэ, в Норильск отправляли по службе, все объездил в Советский Союз, можно сказать, того времени. И я могу сказать, что я видел всю одну тысячную часть своей родины. И ездил бы еще на здоровье, я говорю, все дело в материальном обеспечении, в доступности всего этого бизнеса. Вот сюда тоже, в Санкт-Петербург, приехали на две недели от работы, все, целой компанией большой, всем коллективом, гуляем, отдыхаем, все нам нравится, город чистый, прекрасный. Вот ездим уже порядка 15 лет каждый год, с каждым годом все лучше, лучше, лучше. И, честно говоря, завидую вам, петербургшкам, что вы настолько сильно любите свой город. И дай Бог вам здоровья и успехов во всех ваших делах.